Министерство финансов Соединенных Штатов Америки продолжает вводить санкции в отношении российских предприятий, смягчая при этом условия поставок минеральных удобрений. В Вашингтоне их приравняли к продуктам первой необходимости, наравне с лекарствами, пищевыми добавками и бутилированной водой. По мнению Минфина США, этот ход позволит исключить российские удобрения из черного списка и наладит традиционную схему поставок. При этом не исключены ограничения экспорта удобрения, изменения формы оплаты с российской стороны. Россия – это крупнейший мировой экспортер карбамида, аммиака, сложных удобрений, а также третий по величине экспортер калия. От российской химии зависит не только США, но и вся Европа и страны Азии, которые тоже рискуют остаться без урожая. Приостановка экспорта из России автоматически привела к значительному дефициту на европейском и американском рынке и росту цен на удобрения, а в свою очередь и росту цен на продовольствие, потому что стоимость удобрений – это значительная часть себестоимости любой сельскохозяйственной продукции. В Организации Объединенных Наций уже предупредили об угрозе голода и существенном поднятии цены продукта питания в ряде стран. Я надеюсь, что прекращение огня также поможет справиться с глобальными последствиями этого конфликта, которые могут усугубить глубокий кризис голода во многих развивающихся странах, которым уже не хватает финансовых возможностей для инвестиций в свое восстановление после пандемии, и которые теперь сталкиваются с резким ростом цен на продовольствие и энергию. Камила Исакова, Универньюз.